Всем привет, с вами Ника Арчи, и сегодня нам пришла вот такая прекрасная коробочка Докбокс под названием Ямикбокс. Тут должны быть вкусняшки, игрушки и что-то полезное. Сегодня мы сделаем обзор на данную коробочку, а также я объявлю о конкурсе, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Приятного просмотра! Итак, давайте откроем коробочку. Сразу видно, что там что-то вкусное, Арчи ждать. Тихо! И там много красивой упаковочной штуки. В общем, давайте пока Арчи дадим маленькую вкусняшку, чтобы он убежал и нас не мешал. Иди, вот. А мы с вами, пока он ушел, поподробнее и повнимательнее рассмотрим коробочку, что же внутри лежит, что там классного, вкусного и полезного. Первое, что нам попадается, это визитка. Ева кушать. И скидочка по промокоду. И я уже вижу много упаковок всякого вкусного и интересного. Первое, что вот попадается, это у нас лопаточный хрящ кусочками. Причем везде, я вижу, подписано Арчи. Специально для Арчика делали, красивенько подписывали, старались. В общем, это у нас лопаточный хрящ. И он будет у нас лежать вот тут. Тут кусочки лопаточного хряща. Это у нас погрызушка. Хрящ лопаточный, я так думаю, это говяжий, скорее всего. Открываем эту прелесть. И что мы видим внутри? Внутри мы тоже видим кусочки. Я достала на один кусочек. Вот такая крутяцкая погрызушка. Среднего размера. Далее, следующее, что мне попадается, это следующий пакетик. С жилкой косичкой. Арчи очень любит жилки. Он вообще обожает все, что можно грызть. Всякие погрызушки и прочие штуки. Арчи, Арчи, имей совесть. У тебя нет совести, да? Ну, я знала об этом. Иди, возьми, иди туда. Иди к себе на место. В общем, вот здесь у нас косичка. Арчи любит жилки, Арчи любит косички. И, судя по всему, как он нюхает, ему это должно понравиться. Одно из самых любимых лакомств у Арчи это жилки. Неважно, чьи говяжьи, барани, еще чьи-то. И главное, чтобы была жилка, и чтобы она была сушеная. Они в таких... А, ну да, это вот такие косички. То есть вы отрезаете ниточки, хотя я думаю, отрезать ниточки и просто вот так вот размотать косичку. Потому что, опять же, для Арчи будет большевато целую косу зараз давать. Такие жилки. Пахнет довольно, кстати, приятно. Далее. Мы как-то раз пробовали, такой сами готовили, но у меня не очень хорошо получилось. Это семенники. Арчи. На, на-на-на, иди сюда. В общем, это бычьи семенники, очень полезное, вкусное лакомство. Собачкам нравится, собачки любят. Вот это семенники говяжьи. Мне очень хочется узнать, как они выглядят. Ну, типа, когда я готовила семенники, это было что-то страшненькое, скукоженное. Вот, а тут это чудесные кругляшечки, красивенькие. Сделано, я вижу, судя по всему, в дегидраторе, то есть готовилось при низких температурах. Прям все классно, круто, натуральненько. Пахнет, я бы не сказала, что приятно, но не сказала бы, что противно. Просто вот вкусняшки собачьи. Давайте кусочек сейчас отломлю. Вот так. И дам Арчику. Ну, бери, бери. Это я ему дала кусочек семенника. Ну, все, мы пошли к себе в берлогу. Тихоряя это все кушать. Четвертая упаковочка вкусняшек. И это у нас печенюшечки. Морковный мут. Фокус не ловится. Вот он, морковный мут. Специально для Арчика. Ложись. Вот, все, фокус поймался. Морковный мут у нас будет стоять вот здесь. Немножечко отогнем. Отогрение это печенька под названием морковный мут. То есть это говядинка с морковкой. Я уже не готовлю собаке печенье самостоятельно, просто поскольку мне лень заморачиваться. То есть для меня проще просто посушить легкое. И печенюшки я делать перестала. Вот там три печеньки такие довольно большие. Кусочки мяса. Оно вот так вот легко ломается. Тоже сейчас дадим собачке. Это больше на разовую похвалу. То есть видите, оно крошится. Для дрессуры будет не очень удобно. А разово похвалить собачку самое то. И последняя упаковочка лакомств у нас. Наверное, самая вкусная. Это сушеная легкая. Ну, с сушеным легким Арчи знаком. Мы чаще всего дрессируемся именно на легкое. Да, Арчи себя плохо ведет. А давайте мы сейчас ему откроем, чтобы он вел себя хорошо. Да. Да, собака. Тихо-тихо-тихо лежать. В общем, пока пес будет грызть, мы будем смотреть, что же тут еще лежит. А тут лежит большая полезность. Это салфеточки для ухода за глазками и ушками. Мне кажется, такая вещь незаменима в поездках каких-либо, поскольку не всегда есть возможность помыть собачке глазки и протереть ушки. А вот с такими салфетками они пропитаны специальной уходовой косметикой. То есть очень классно. И фокус опять не ловится. Почему он не ловится? Вот они. Салфеточки. Еще тебе... А у тебя не слипнется собака? Ну, давай тебе еще легкого дам. Да. Вот. На. Ложись. Ложись лежать. И последнее, что я вижу, это вот такая игрушка. Но это не просто игрушка. Это игрушка для вкусняшек. То есть внутрь можно положить что-то вкусное, классное. Даже вот тоже легкое, хотя оно большое. Ну, в общем, какие-нибудь маленькие кусочки положить. И собачка будет кушать. Кстати, вот сюда, судя по размеру отверстия, должен поместиться наш сухой корм. То есть тоже можно распихать корм, и собачка будет играться. Да, собачка? Ну, а теперь переходим к конкурсу. У нас будет конкурс как раз вот на такой чудесный бокс, а также на два других приза. Арчи, не надо баловаться. Какие у нас участия? Это подписаться на наш YouTube-канал, а также на наш Instagram. И самое главное, это подписаться на спонсора. То есть человечка, который готовит вот эти чудесные вкусняшки, собирает вот эти вот прекрасные боксы. У нас будет три номинации. Это самая смешная история. Победитель получит Ями Бокс. Далее, самая милая и трогательная история. Победитель получит Рок Оленей. А также самая необычная история. Победитель получит скидку 30% на покупки у Ями Фуд. То есть у нас будет три номинации и три победителя. Ложись. Что необходимо сделать, чтобы принять участие? Нужно написать комментарий на YouTube или в Instagram под постом на любую тему или на все три. То есть вы выбираете одну или все номинации и пишете небольшую историю о вас и вашей собаке. Ложись, ждать. Фантазируйте, придумайте интересные истории. От одного человека принимается максимум по три истории с каждой номинацией. То есть вы можете во всех трех номинациях принять участие и таким образом увеличить свои шансы на победу. То есть один человек у нас не сможет выиграть во всех трех номинациях, но если он напишет по три истории, то он реально увеличит свои шансы. Вот. Конкурс проходит у нас с 11 февраля, с сегодняшнего дня, и по 3 марта включительно. Победители будут объявлены 4 марта в сторис в Instagram. Возможно, будет сделан отдельный пост о победителях. Ложись. Ну, а это видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно участвуйте в конкурсе. Я в комментариях более подробно распишу правила для тех, кто не совсем хорошо понял. То есть продублирую, можно сказать. В общем. Участвуйте в конкурсе. Кушайте вкусняшки. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok